В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Забастовка водителей автопарка номер 3. Начался двухмесячник по санитарной уборке городов и сел области. Праздник кошек в Караганде. Сегодня не вышли на маршруты около 50 автобусов автопарка номер 3. Водители и кондукторы отказались выходить на линию из-за невыполнимого, по их мнению, плана. Кто виноват в сложившейся конфликтной ситуации, разбирался заместитель Акима Караганды Кайрат Бегимов. Напрасно ждали автобусы жителей Макилука и города. Четыре маршрута были не обеспечены машинами. Водители собрались на базе, но в рейс никто не уехал. Проблемы оказались настолько серьезными, что, по их мнению, требовали немедленного решения. Особенно возмущал ежедневный план, который подняли до 70 тысяч тенге. Хотя официально об этом никто и не говорил. Его плавно, каждодневно поднимают, поэтапно. Официально никогда не повышают. Пройдет месяц, 450 тенге прибавят. Пройдет месяц, 1200 тенге прибавят. В результате чего план от 40 тысяч вырос до 70 тысяч тенге. Ладно, это можно, возможно набрать, если будут отсутствовать проездные. И правда, менеджмент автопарка номер 3 сегодня похож на Тришкин Кафтан. Добились 80 тенге за проезд, водители все равно потеряли в зарплате. Снимают с банкомата свою заработную плату, вкладывают в план. В результате чего остается где-то 30-40 тысяч. По мнению водителей, администрация пользуется тем, что многим просто некуда уйти. У них одна профессия – крутить баранку. Отсюда, с одной стороны, давление администрации, с другой стороны, контролеров, штрафы, какие-то учетные билеты ввели. Водители между собой гоняются, нарушают, оскорбляют пассажиров. Это в результате стресса. Автопарка взбудоражила не на шутку. Навстречу с заместителем Акима города Кайратом Бегимову народу набилось плотно. Согласно закону о митингах и шествиях, статья 3, о митингах и шествиях вы должны предупреждать за 10 дней местный исполнительный орган. За 5 дней до митинга и шествия мы вам должны дать разрешение, место и так далее. Поэтому прошу, чтобы вы шли по боку закона и соблюдали. После нерецеприятных дебатов стало понятно, что так скоро проблемы не решить. За один день ничего не решится. Вместе с тем, я так думаю, будем назначать время. Опять-таки вместе с вами день, через два, через неделю встречаемся. Решение есть или нет пункта. Вместе с тем все вы должны знать, что между вами и работодателем заключены договора. В договорах поставлены ваши подписи. Вы должны соблюдать этот договор. Действительно, надо понимать и о том, что от дебальвации никто не застрахован. Деньги упало. У администрации же свое понимание – негодование водителей. Почему ты так говоришь, слушай? Почему я должен взять и поднимать, уменьшить план? А почему ты ни разу не сказал, манукят, почему такой маленький план? Почему он ни разу не говорит? Хорошо. Вот, не было, да? Да, хорошо. Короче, мы собираемся и обсуждаем. Находим какие-то решения. Тихо! К общему знаменателю на сегодня на переговорах не пришли. Выйдут ли завтра водители на свои маршруты – тоже непонятно. Сергей Высокосов, габетинент Курусбеков, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинская погода преподносит очередные сюрпризы. Настоящий снегопад с порывистым ветром обрушился на улицы города. На 45-м квартале повалило столб на светофорный объект. К счастью, никто не пострадал, но светофор прекратил выполнять свои функции по регулировке движения. Перекресток на 45-м квартале – самый заполненный проходящим транспортом. Лишение его светофорного объекта тут же вызвало реакцию. Появились пробки. Они рассасывались, но движение стало нестабильным. Виной всему оказалась рекламная растяжка, которая выдержала, как ни странно, порыв ветра, но из-за большой парусности не удержался столб. Он рухнул прямо на светофор. К счастью, никто не пострадал, кроме светофорного объекта. Восемь утра нас вызвали сюда. Объект ушел на желтой мигане. Как приехали, видим, столб лежит железный. На нем была растяжка рекламная. Наверное, ветром расшатало и упал на наши светофоры. Выясняется, кто хозяин рекламной растяжки. Светофорный объект оказался довольно дорогим австрийского производства. Сергей Высокосов, Вабиден Гурушбеков, Вартия Руспанов, 1-й Карагандинский. В Караганде начался двухмесячник по уборке города. Весенняя санитарная очистка необходима после каждой зимы. Только в районе имени Казбекби на субботник вышли порядка 900 человек. Город в свой юбилейный год должен достойно выглядеть. Согласно поручению Акимова области Боржана Абдишева, с 1 апреля по 31 мая в городах и поселках области проводятся двухмесячники по благоустройству санитарной очистки и озеленению населенных пунктов. В микрорайоне Гульдер-1 на аллее имени Евнея Растанча Букетова приступили к работе на первом весеннем субботнике. Этот сквер – любимое место семейного отдыха жителей близлежащих домов. Всего в этот день в районе имени Казбекби работали представители 500 предприятий и организаций. Было подготовлено 10 единиц техники, около 10 тысяч единиц инвентаря и необходимых материалов. Каждый вышедший на субботник понимает необходимость такой работы. Первыми вышли работники районного Акимата. Они прекрасно знают ответ на вопрос – зачем это надо? Ну, чтобы привести город в порядок. Все-таки город наш Караганда красивый, солнечный. Сегодня погода позволяет. Хотели бы, чтобы поддержали, потому что мы же все в этом городе живем. Госслужащие своим примером призывают всех горожан внести посильное участие в уборку города. Кстати, в этот день многие выехали на помощь по приведению в порядок рабочего поселка в сортировке. Может быть, поэтому кажется, что людей не так много. А зато убрана целая аллея. И это только один из участков района имени Казбекби. По старой традиции все предприятия, малосредний бизнес, госучреждения вышли на ежегодный субботник. Как вы знаете, весной всегда в городе, в области проводятся двухмесячники, трехмесячники. В этом году распоряжением Акима области в городе Караганде проводится двухмесячник. И сегодня первый районный субботник. На первый субботник вышли и жители домов. Внутри дворовые территории оказались после зимы порядком захламленными. На проспекте республики в доме номер 4 вышли на уборку целыми семьями. Надо – значит надо. Для себя все же делается. Братья все это, весь мусор. Чистота, залог здоровья. Зачем этот бардак? Чисто, приятно. Вон у меня дети гуляют. Двухмесячник только начинается. Впереди много работы. Но она приятна. Ведь каждый настоящий карагандинец болеет за свой город. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов. Первый карагандинский. Весенний паводок в Карагандинской области на сегодняшний день является главной проблемой. Напомним, талые воды затопили 22 дома и в рабочем поселке сортировки. Пострадали не только люди, но и скот. Местные власти провели субботник. Работы в проблемном поселке ведутся в усиленном режиме. В поддержку жильцам пришли и государственные служащие, работники предприятий и учреждений области. Одним словом, все, кто неравнодушен к проблеме рабочего поселка. Здесь проводится планировочная, числительная работа. И в частности сегодня депутаты городского масла и хаты. Здесь, видите, большинство пришли и помогают жителям последствия этого наводнения устранить. Акимат города Караганды и депутаты городского масла и хата помогали поселку возобновить свой прежний вид. Работы по восстановлению идут, если не быстрым, то ускоренным темпом. Целые машины с мусором уезжают ежечасно. На сегодня здесь работают, на данной улице работают более 15-20 человек. Также на улице Молдавской, на улице Рабочей также сейчас работают и ведутся работы. Такие работы будут проводиться до 31 мая, каждую субботу. Жезер Абдраимова, Айден Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. В поселке Сортировка после потопа продолжаются восстановительные работы. Оказана помощь со стороны местных властей. Но не все люди были довольны их старанием. Жалобы жителей поселка выслушал наш журналист. До сих пор подвалы домов переполнены водой. Вся мебель и бытовая техника в один момент стала непригодной. В сортировку отправились машины с бесплатными продуктами питания для жителей. Помощь потерпевшим от водной стихии шла с разных сторон и от частных лиц, и от организации. Но сельчане крайне возмущены. Ну вот зачем? Что, просили ехать, что ли, перевозить? У меня своей картошки много. Мы что, как собакам положили, что, жрите, что ли? Зачем она мне нужна? Уже как неделю таскают воду из многоэтажек, либо покупают. Воду последний раз привозили неделю назад, говорят жители сортировки. Кто воду подносил? Вот неделя прошла уже, никто. Никто. Даже водовозка не приехала с водой. Приходится ходить там кому-то на поломки. Кто-то сортировки везет со мной из квартир, там набирают, везут. Ну опять же, у того, у кого есть возможность. Ну не у всех же такая возможность. Здесь бабушки живут, дедушки. Хочется сказать жителям, что созданы специальные комиссии, которые будут проводить расследования и экспертизы. Глава области пообещал, что все, кто виновны, будут наказаны. Также людям будет постепенно возмещен весь ущерб. Повода для волнений нет, ну а качество продуктов пусть останется на совести поставщиков. Жизир Абдреимова, Олжас Гопадзов, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Galvin Профиль Galvin 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует Современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin Морозостойкий, надежный, прочный Республиканское общественное объединение корейцев Казахстана Молодежное движение проводит ежегодный конкурс школьников «Юный лидер» За 13 лет этот конкурс стал международным Он привил тысячам корейцам любовь и уважение к многонациональному Казахстану Своей родине Стимулировал у школьников получать знания, выявлял лидерские стремления Во-первых, напомним, что такое «Юный лидер» Это интеллектуальное шоу для школьников старших классов и учащихся колледжей первого-второго курсов Направленное на выявление эрудированной молодежи и дальнейшие ее поощрения Во-вторых, победитель конкурса награждается бесплатной путевкой на ежегодный форум школьников в Республике Корея Или образовательным грантом, сумма которого утверждается республиканским центром МДК и составляет не менее 1000 долларов США В-третьих, конкурс проводится в большинстве городов Казахстана Алматы, Астанек, Заларде, Караганде, Атеррау, Талдыкаргане, Павлодаре, Семипалатинске, Казахстанае География юного лидера с каждым годом расширяется В этом году отмечается 25-летие образования карагандинского филиала общественного объединения корейцев Казахстана Поэтому к сегодняшнему конкурсу особое отношение Тем более, он во второй раз становится международным Этот год у нас знаменательный год 25-летия образования карагандинского филиала Ассоциации корейцев Казахстана И, конечно, в этот год в области будет проводиться очень много мероприятий В плане молодежных проектов это вот сегодня проходит юный лидер Затем в апреле мы будем проводить конкурс юных талантов То есть для того, чтобы определить самых певучих, самых креативных, самых способных мыслить креативно молодых людей Предварительное тестирование традиционно проводилось в Карагандинском экономическом университете По хорошо знакомым старшеклассникам дисциплинам Казахский и русский язык, история Казахстана, математика Из 80 присутствующих конкурсантов только 12 смогут пройти на второй тур Молодые карагандинцы уже трижды побеждали в этом конкурсе Но последним победителем стал Вячеслав Кан, представитель города Талды-Кургана Кто же станет 14-м победителем конкурса, мы узнаем уже через несколько месяцев Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый карагандинский В Карагандинском университете Булашак прошла Республиканская студенческая правовая олимпиада Посвященная памяти видного ученого, академика Жамбыла Калбаева Основная цель олимпиады – развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений Содействие самореализации личности, создание необходимых условий для выявления даренных студентов Отбора и подготовки обучающихся к участию в международных олимпиадах Повышение престижа юридического образования В университете Булашак олимпиада уже стала традиционной, ее проводят третий год подряд Соревнуются пять команд, которые должны пройти пять туров Длится просто на эрудированность, состязание ораторов, решение ситуационных задач и имитация следственных действий В олимпиаде участвуют не только студенты Булашак, но и других вузов Когда студенты мерятся своими силами, оно всегда идет на пользу нашему студенту И они знают, какие имеются горизонты и раскрывают определенные свои возможности Сами студенты только рады этой олимпиаде, ведь участвуя в ней, они демонстрируют и проверяют свои способности и знания В ходе этой олимпиады мы проверяем знания, которые нам давали преподаватели во время занятий В следующем году олимпиаду будут проводить еще более масштабно, участников будет больше и заданий тоже Несмотря на инфляцию, бесконечные повышения тарифов и прочие проблемы, негативно влияющие на человеческую жизнь, в нашем городе есть свои долгожители Самая старшая из них – мозговая Мария Петровна, которой сегодня исполнилось 100 лет Поздравить юбиляршу приехали представители районного Акимата Здравствуйте, Мария Петровна! Меня зовут Рустем, я Аким района Приехал вас поздравить с вашим днем рождения Вот здесь небольшой подарочек и вот наградной адрес в вашу честь Давайте, чтобы вы жили, чтобы у вас все было хорошо, чтобы ваши дети с вами были рядом Эта милая старушка самостоятельно передвигается по квартире, правда опираясь на палки В 83 года сама поехала на свадьбу к внуку в Германию без сопровождающих Через год в Челябинск ездила тоже одна, даже в аэропорту все удивлялись Память у бабушки отличная, все события помнит А самый ценный подарок был для бабушки от детей, которые сделали все своими руками на стены фотобой Ну вот это первая фотография, это, считай, 48-й год Я родился, первенец у них Она как раз в 48-46-м она приехала по вызову отца И все-таки, в чем же заключается секрет долголетия Мария Петровна? Как вам удалось дожить до 100 лет, интересуясь у нее? Юбилярша уверена, большую роль в укреплении ее здоровья сыграл труд Обязательно нужно двигаться, убеждена она, даже если все болит, нельзя без движения Я не знаю, каждого своего, мне будто бы ничего серьезного такого нету Их в культуре я не делала Босиком ходила она на городе Побывав в гостях у этой необыкновенной женщины, я нахожусь под впечатлением Ну просто в голове не укладывается, как можно в 100 лет Помнит до мельчайших подробностей всю свою биографию, знать о нюансах семейной жизни знакомых И мы поздравляем бабушку с юбилеем Хотя и голова седая у бабушки, но душа до сих пор молодая Людей самых разных профессий сегодня объединяет спорт Однако поднимать тяжелые штанги дано далеко не каждому Самые сильные спортсмены Казахстана и России собрались в Караганде На открытый чемпионат по пауэрлифтингу За ходом турнира наблюдала и наша съемочная группа Евгений Арак впервые приехал на соревнования по пауэрлифтингу из поселка Сортировка Поэтому сегодня у него не получается, выложится на 100% Но 20-летний парень не сдается, говорит, что в следующий раз обязательно результат будет лучше Этим видом спорта молодой человек занимается всего 4 месяца Раньше парня привлекали бокс и плавание, а в последнее время поднимает тяжести Совмещать тренировки с работой на железной дороге ему не всегда удается Я работаю на железной дороге, это мешает, но со временем буду менять работу Потому что работаем на вызывах, по ночам не спим, очень тяжело совмещать со спортом Как и многих спортсменов в этом зале, в пауэрлифтинг дотягивают друзья Тяжелоатлет из Новосибирска Марк Спицын считает, что такие турниры дают только положительный опыт В шахтерскую столицу Казахстана он приезжает первый раз На подобных состязаниях соревнуются не только спортсмены, но и в федерации двух стран Но в России, как считает Марк Спицын, пауэрлифтинг развивается гораздо лучше, чем в Казахстане Спорт у нас очень хорошо развивается, и такого уровня выступления они очень часто Даже и народу бывает в два и в три раза больше То есть мы уже в Новосибирске, из России проводим подобные выступления на уровне России Международных турниров, и там количество участников может достигать 500-600 человек По словам организатора чемпионата Акмали Маткаримова, на турнир приехали свыше 120 человек Участники не только с Казахстана, но и России Несмотря на то, что призовой фонд небольшой, спортсмены все равно устремятся попасть на соревнования Призовой фонд, первое, второе, третье место награждается, как практически все дела И, соответственно, абсолютное первенство развивается среди мужчин по пауэрлифтингу, жиму, лёжу, становой тяги Там награждается за первое место денежный фонд 10 тысяч тенге каждому абсолютному победителю Напомним, что Акмали Маткаримов самостоятельно развивает пауэрлифтинг в Карагандинской области Бюджетное финансирование на этот вид спорта в нашей стране не предусмотрено Николай Кровец, Ажаз Габасов, Боктя Руспанов, Первый Карагандинский В завершении выпуска еще об одном В кошачьем мире Караганды праздник На 31-ю традиционную выставку кошек своих питомцев привезли со всего Казахстана Ее организатором, как всегда, стал старейший клуб шахтерской столицы Пусыкет Кошки разные нужны, кошки разные важны Эту аксиому преподносит своим хозяевам и зрителям 124 экспонента кошачьего племени Они невозмутимы и позволяют себя рассматривать и восхищаться Говоря при этом, глаза бы на вас не смотрели Какая еще экспертиза? Уши, хвост, да лапы, вот все, что нужно кошке Оказывается, каждая порода имеет свои параметры, свой интерьер, свой окрас Даже если хозяева души не чают в своем питомце и считают его идеалом породы Специалисты находят изъяны То мясом корми, то мясом не корми Запутаться можно запросто Тут выставляются кошки из такой родословной Что порой у самого владельца меньше знаний о своем генеалогическом древе Чем о происхождении представителя породы кошачьих У кошек не только своя еда и питье, но и мода кошачья есть А уж страсти разгораются порой, как на настоящем спортивном состязании Поднимается адреналин на такой выставке Но как пройти мимо такого представителя кошачьих, как Майн Кун? Его можно сравнить разве что с рысью или с камышовым котом Хотя верится с трудом, что он будет гоняться за мышью Уж очень самоуверен в своей исключительности А какими породами увлекаются больше всего карагандинцы? Сейчас лидируют у нас, конечно, британцы Это неудивительно Большие, толстощеки, разноцветные Они сейчас лидируют Но начинают выходить уже, так скажем, на лидирующей позиции Забавные веслоухие Привезли много смешных кошек с коротенькими хвостиками Курильских бобтейлов Есть редчайшая порода бурма Очень красиво Ее называют кирпич, завернутый в шелк Карагандинцев познакомили с прекрасными редкими породами Заводчики кошек не только из Караганды, но и Астаны, Павлодара, Степногорска В каждой породе были выбраны лучшие представители Именно для них и приготовились только кубков и кошачьих подарков У строителей выставки В Караганде еще долго будут рассказывать о кошках Ведь выставка не пустовала ни минуты Сергей Високосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский Это была вся информация на сегодня Спасибо за внимание Аман Саоболмстер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин